Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире национального телевидения Чувашия первый выпуск программы «Спорт для всех» и я, Екатерина Абрамова. Сейчас все больше людей становятся приверженцами здорового и спортивного образа жизни. Но есть те, кому, казалось бы, несмотря на все их желания, физическая активность не по силам. Мы говорим о лицах с ограниченными возможностями здоровья. Однако их непричастность к спорту – глубокое заблуждение, и наша программа вам это докажет. Герои сегодняшней программы – мастера спорта по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Это Юрий Степанов и Павел Попов. Юрий Степанов родился в 1969 году. С 2006 года является мастером спорта России по бадминтону. Он многократный чемпион России, а также трехкратный призер чемпионата Европы и двукратный бронзовый чемпион мира. Большинство своих наград завоевал в парном разряде вместе с Павлом Поповым. Павел Попов – 1976 года рождения. Также является мастером спорта России по бадминтону. Не раз был чемпионом России в одиночной категории, а вместе с Юрием и призером чемпионатов Европы и мира. В спорте пара бадминтонисты уже более десяти лет. На их счету огромное количество наград разного достоинства. Всех их перечесть не в состоянии даже сами спортсмены. Им трудно выделить самые значимые победы. Ведь за каждой медалью стоят усиленные тренировки и безграничная воля. Первые соревнования – это чемпионат России в городе Балаково, Саровской области. Ну, конечно, было все. Смотрел, как играют другие. Как-то было, ну, был мандраж. Сейчас такого нет. Ну, конечно, тяжело. Все это большой, большой труд бадминтона. Ну, конечно, тренера помогали. Первый был у нас Валерий Иванович. Потом его заменил вот Сергеев Григорий Викторович. Да, от них большая поддержка, конечно. В Гватемале, это вот Паша и Юра завоевали бронзовую медаль. Это вот у нас как раз. В Дортмунде это проходил спират чемпионат Европы, проходил. Потом чемпионат мира. Вот они это завоевали тоже медали. У них, я говорю, еще очень много медалей, которые действительно... Действительно, мне надо по весу считать, там килограмм, наверное, 5 набирается. Сами спортсмены говорят о своих заслугах скупа. Участвуя в соревнованиях, Юрий и Павел исколесили в прямом смысле этого слова множество городов не только Европы, но и всего мира. Причем практически каждый раз после выступлений они возвращались с призовыми местами. Совсем недавно герои нашей программы вернулись с очередного для них чемпионата Европы, который проходил в Испании. К сожалению, на этот раз пара бадминтонистам не удалось зайти на пьедестал почета. Заняли пятое место в паре с напарником из 19 стран Европы. Это нормальный результат, неплохой для нас. Скажем так, выступили удовлетворительно. Места хотелось бы занять повыше. У нас в паре с Юрой пятое место, у меня в одиночке пятое место и в миксте восьмое. В принципе, в десятке, но в последние, допустим, лет пять мы вообще без медалей не приезжали с таких чемпионатов. Не с мира, не с Европы. А здесь небольшой такой провал. Чемпионат проходил в Испании. Это Мурсия называется. На побережье очень влажно, очень жарко. Возможно, из-за этого, я не знаю, а возможно, просто каких-то своих сил не хватило. Люди тоже спортом занимаются в других странах. Ну, спорт есть спорт, сегодня выиграешь, завтра проигрываешь. Не лучшее выступление только подстегнуло спортсменов. Цель и задача любого спортсмена, кто уже занимается профессионально, занять призовое место на чемпионатах мира и Европы. У меня цель, конечно, стать чемпионом Европы. Пока не могу стать чемпионом Европы. Через некоторое время здесь состоится награждение победителей. В приоритете, да. У меня задача номер один. Сейчас у нас Голландия, чемпионат мира, через 6 месяцев. Будем готовиться к этим соревнованиям. А до этого сейчас у нас отбор будет проходить в Москве. 17 ноября уже выезжаем в Москву. Там будет проходить клуб префекта Южного административного города, это округа города Москвы. Конечно, ребята мечтают о паралимпийских играх. Пока бадминтона нет в их списках, но заявка на включение этого вида спорта в 2020 году прошла уже несколько этапов проверок. Сейчас этим занимается Международный паралимпийский комитет. Естественно, хочется съездить на паралимпийские игры. Вот в этом году, по-моему, МОК должен совещаться по поводу введения парабадминтона в паралимпийские игры. Вот. И если ведут, то прям вот. Планы в планах. А ведь когда-то они и не думали о профессиональной спортивной карьере. Юрий служил в рядах вооруженных сил, а потом в органах внутренних дел. Павел был простым водителем. Но несчастный случай изменил всю их дальнейшую жизнь, заставив пересесть на инвалидную коляску. Юрий меня и позвал в этот вид спорта. Он, по-моему, на год больше, чем я, играет. Приходи, говорит, посмотришь, что это такое. Я пришел, посмотрел, попробовал. Мне понравилось. Когда я только пришел в бадминтон, я думал, можно сказать, больше о своем здоровье, чем о каких-то высших достижениях. Это потом уже пошло, начало получаться. Это было давно, уже лет 10 назад, после травмы, я задал себе вопрос, чем заняться дальше, в моей жизни. В жизни у меня все это изменилось кардинально. Я решил заняться спортом. Это было уже, у меня решено. Выиграл спорт долго и остановился на бадминтоне. Она мне очень нравится, игра. Уликательная такая, азартная. Больше движений. Тандем Юрия и Павла сформировался не сразу. В своих первых соревнованиях они выступали в одиночном разряде. Сперва они пару не играли вместе. То одиночку Паша ездил, то потом это Юрий ездил. А потом старший тренер заметил это Россия и решил их в парной категории. И они первый же раз, когда они пару играли вместе, завоевали бронзовую медаль. Это сложившийся тандем высококлассных спортсменов, которые выступают на международной арене, члены сборной страны. Они серебряные призеры чемпионата Европы прошлого года, бронзовые призеры чемпионата мира. Ну, я надеюсь, что у них будут еще более высокие достижения. Они к этому стремятся и готовятся. Юрий последние три года руководит физкультурно-спортивным клубом «Инвалидов Феникс», где тренируется сам. Теперь на нем ответственность не только за свои спортивные показатели, но и за достижения всех тренирующихся в клубе. А это более 40 лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, которые практикуются в парабадминтоне, настольном теннисе, стрельбе из лука, легкой атлетике, дарце и пауэрлифтинге. Это очень отрадно, что у нас «Инвалидов Феникс» занимается спортом, не сидят дома. И всех пользуясь случаем, кто смотрит передачу, я призываю прийти в наш клуб и попробовать себя найти. Мы вам поможем. Очень позитивный клуб, очень много всего хорошего, именно толчок к тому, к стремлению, чтобы доказать кому-то, что ты что-то можешь, помимо того, что ты просто живешь. Самореализация, самоутверждение самого себя в обществе, вот это все очень хорошо сподвигает. На прошлой неделе «Феникс» отметил свое 25-летие. Четверть века – серьезная дата. Поэтому воспитанники спортклуба подошли к мероприятию с особой ответственностью. Ограниченные возможности на таланте никак не отражаются. Танцуют, не слыша звуков, чувствуя лишь их вибрацию через пол, поют, не вставая с коляски. «Феникс» То, что делается клубом «Феникс» и вообще спортивной школой инвалидного, адаптивной школой, как мы говорим, это значимо для детей и для населения. Если приносят пользу детям и населению Чувашской республики, значит, люди занимаются добром, хорошим делом на будущее республики и России. Потому что именно здесь наши инвалиды находят в себе отдушину, они научатся общаться, они научатся в спортивном плане бороться, значит, и по жизни будут бороться, они будут достойными людьми. В клубе подготовлено очень много спортсменов высокого класса. Это и призеры чемпионатов Европы, призеры чемпионатов мира, и даже из клуба вышла паралимпийская трехкратная чемпионка Лена Иванова. Конечно, новые возможности для лиц с ограниченными возможностями здоровья открылись благодаря федеральной программе «Доступная среда». Из центра пришли деньги на поддержку инвалидного спорта. Да и регион добавил свои. По федеральной программе «Доступная среда» были выделены средства из федерального бюджета и из городского бюджета. И на эти средства было закуплено оборудование, столы для настольного тенниса, тренажеры, оборудование для пауэрлифтинга и много различного инвентаря, костюма и спортивная обувь для учащихся клуба «Феникс» и для всех инвалидов. В спортклуб «Феникс» должно ходить как можно больше людей. Такую задачу ставят перед собой наши герои. Воспитанники школы активно участвуют в различных городских мероприятиях и фестивалях. Так в «Кроссе нации» этого года Юрий Степанов принял участие в ВИП-забеге. Стараемся участвовать каждый год. Мы участвуем в велопробегах. Почему я участвую? Потому что здоровая нация – это здоровое государство. Я поддерживаю, кто занимается физкультурным и спортом. Сегодня ни один из героев уже не представляет своей жизни без спорта. Именно он играет в их жизни главную роль. Кто-то говорил, что движение – это жизнь. В нашем случае это именно так. Чем больше двигаешься, тем больше ты живешь. Хочется ходить на тренировки. Допустим, какие-то праздники, может быть, выходные. Бывает такое, что даже уже тянет просто в зал. Уже хочется прийти, хочется позаниматься, поиграть. Пожелать хочу ребятам, которые сидят в коляске, да не только в коляске, у кого нет рук, ног, я не знаю. Приходите, посмотрите, попробуйте, что это такое. Вообще очень увлекательный вид спорта. Захватывающий, который приносит больше пользы. Я сейчас без спорта вообще жить не могу. Я так привык, я так уже втянутый в этот спорт. То есть ежедневные тренировки, организм просит. Я просто, и живу я этим, я очень доволен, что я занимаюсь спортом. И пользуясь случаем хочу пригласить людей побольше посещать спортивные залы. Кто сидит на коляске, кто сейчас смотрит передачу, не сидите дома, посещайте спортивные залы. Найдете вы себя, в любое время вас заметят, если у вас желание есть, стремление. Вас заметят, и вы будете чемпионом мира и Европы, даже, может, паралюбийским чемпионом. Спорт действительно может помочь справиться с труднейшими жизненными ситуациями. Мало того, регулярные занятия и тренировки способствуют выработке организмом эндорфинов, так называемых гормонов счастья. Эндорфин – сокращенное название от эндогенного морфина. Повышение его уровня в организме сопровождается улучшением психофизиологического статуса, повышением настроения, снижением утомляемости и повышением сопротивляемости к внешним и внутренним стресс-факторам. И это далеко не единственный плюс физических упражнений. Поэтому тем, для кого спорт еще не стал частью их образа жизни, советуем как можно скорее начать посещать спортивные залы, физкультурно-оздоровительные комплексы и различные площадки. И не важно, сколько вам лет, кто вы по профессии и каков уровень вашего здоровья. Ведь спорт – он для всех. Субтитры создавал DimaTorzok